Юрий Шилов. Сделайте пару роликов для украинцев перед вторым туром выборов. Мы сейчас сильно дезориентированы. Кого выбрать? Вора. Порошенко не хотим. А Зелянского боязно. Он слишком похож на легкомысленного авантюриста. Тянет до последнего со своей программой и командой. Видео записывает. Смешит народ. Его креативности, боюсь, хватит только на полгода. А что потом? Ну, Юрий, я не думаю, что его креативности хватит на полгода. Значительно больше. И уже он доказал. И с вечерним кварталом. И с 95-м кварталом. Молодой президент. Привычнее, конечно, возраста секретаря обкома Порошенко. Но мы все знаем. Это сохранение домовой стабильности. Это коррупция. Это нереформируемая экономика. Нереформируемая политическая система. Нереформируемые спецслужбы. Нереформируемая армия. То есть вот пять лет. Вы представляете себе, там, в течение месяцев, в период, когда вдруг государству необходимо защищать себя, свои границы, армия возникает в течение месяцев. Вступает в бой и иногда побеждает, иногда проигрывает. А здесь пять лет. И ничего. Те же толстопузые советские генералы, которые воруют. Которые торгуют оружием при абсолютной нехватке оружия в Украине. Война идет. Нету оружия. А они наживаются на торговлю. Нормально все. Молодой. Ну, что же делать? Бывают молодые президенты. Тут же ведь еще один момент есть, понимаете, Юрий. А если оставить все как есть, очень велика вероятность, что у Порошенко возникнет соблазн стать таким украинским Путиным. Уже есть контроль за средствами массовой информации. Уже выстраиваются пропагандистские структуры. Уже довольно успешно выдворяются из страны политические оппоненты, конкуренты. Вот Саакашвили. Уже, в общем, довольно серьезный контроль за спецслужбами. Там, кстати говоря, не всегда понятно, кто кого контролирует. Спецслужбы контролируют и шантажируют президента, которого они якобы начали защищать. Или президент спецслужбы. Вот. Путин. Путин потихонечку превращается. Это более устойчивая, так сказать, форма существования. Я думаю, украинцы этого не допустят. Хотя сегодня какие-то друзья со мной спорят. Вот. Журналисты спорят. Вот. Свобода слова в Украине. Полная конкуренция. Там есть такие, есть такие. Но уже в меньшей степени, чем это было. Там, там, ну, со временем Януковича я бы не стал сравнивать. Там все-таки как-то по-другому было. Вот. Но в первый период правления Порошенко все-таки было посвободнее. Со средствами массовой информации. Я общался с ними, видел, как они работают. Сейчас все очень тухло. Так что, ну, увы, это всегда страшно, Юрий. Я не думаю, что он тянет, Зеленский. Он начал представлять свою команду. Уволенные в свое время вместе с Саакашвили, реформаторы. Ну, вот они появились, инвесторы. Я думаю, что Саакашвили появится. В каком качестве, не знаю. Я думаю, и сам Владимир не знает. Ну, это настраивается будет. Это же музыка, это же симфония. Ее надо настраивать. Много исполнителей разных самых. А сочетать их интересы. Сейчас в команду все просятся. Там, реформировать спецслужбы. Ну, надо же их реформировать как-то. КГБ-то распускать пора. Ну, сколько там, 30 лет, и все КГБ, там, бывшие сотрудники со связями с Россией. Ну, надо же это как-то решать. Это просто новые сотрудники, которых называют патриотами. Ну, они компрометируются старыми структурами, старыми сотрудниками. Вон, в Крыму-то что произошло? 70% СБУшников предали Украину и ушли. Это, ну, они скомпрометировали серьезно спецслужбу. Надо по спецслужбе отдельный ролик записать.